Всем привет! При радиосвязи на коротких волнах из пылевых условий маленькой мощностью QRP конечно же желательно применять резонансные диапазонные антенны, может быть много диапазонные, но все таки резонансные, а не различные куски провода и тому подобное с применением тюнера, так как резонансные антенны конечно же гораздо гораздо более эффективны чем нерезонансные, но все таки бывают ситуации, когда необходимо использовать случайной длины кусок провода, когда необходимо использовать антенный тюнер. Вот я вам периодически рассказываю о различных вещах с Алиэкспресс, предназначенных для радиосвязи, для радиолюбительства, не то что о новинках, а просто о том, что есть интересного для радиосвязи на Алиэкспресс. Рассказывал я вам как-то вот о таком малюсеньком тюнере с автономным питанием, со встроенными батарейками в него. Тюнер предназначен для работы во всем кВ диапазоне с мощностью до 100 ватт. Вот такой вот маленький тюнер, называется AT100M. И забавно, сейчас вышла новая версия этого тюнера, называется AT100M PRO. И давайте сейчас узнаем, чем новая версия отличается от старой и посмотрим, что это за такой новый тюнер AT100 PRO. Внешне, по внешнему виду, по конструктивному исполнению эти тюнеры практически не отличаются. Одинаковая передняя панель, одинаковая задняя панель, сбоку одинаковые, но новая версия чуть-чуть подлиннее, на пару сантиметров или на полтора сантиметра, чуть подлиннее. Первая версия тюнера продавалась вот такой вот маленькой коробки, и собственно говоря, сам этот тюнер здесь убирался, и еще в комплекте был проводок USB Type-C для зарядки тюнера. В тюнере у нас встроенный аккумулятор, и на задней стенке есть разъем USB Type-C для зарядки. Вот провод USB Type-C был в комплекте, все это было в такой вот маленькой коробочке. И новый тюнер продается точно так же, но в коробке больших размеров значительно. В комплекте все то же самое, тоже провод USB Type-C, тоже страница с распечатанной инструкцией. В общем-то, у тюнера достаточно гибкое меню настроек, и здесь подробно описано в инструкции, что у нас в меню настроек в этом тюнере есть. И кроме этого, собственно, больше ничего нет. Вот еще какая-то забавная такая бумажка с QR-кодом была в новой версии тюнера. Самоклеящиеся резиновые ножки и ключ шестигранный есть в комплекте с обоими тюнерами, в общем-то, это все одинаково. А вот инструкция немножко отличается, если у старого, у первой версии тюнера, основная страница, вот такая вот, вертикальный текст, вертикально расположен, то у новой версии, которая называется AT100M Pro, вот так уже раскладывается у нас инструкция. Здесь текста немножко побольше, даже картинка с примером пользовательского интерфейса здесь приведена, хотя по параметрам все одно и то же. На всякий случай напомню, что этот тюнер работает во всем KV-диапазоне от 1.8 до 30 МГц, вернее от 1 до 30 МГц, но 100 Вт он держит только до частоты 18 МГц, то есть выше 18 МГц разрешается только 50 Вт, ну и в цифровых видах тоже только 50 Вт. Для работы из полей с QRP чаще всего этого достаточно, я редко выше 50 Вт работаю из полей, чаще всего это там 10-20 Вт, иногда 30-40 Вт. По остальным параметрам, в общем-то, он ничем не отличается. Максимальное потребление сильно зависит от количества реле, которое в нем включено для выбора нужных лимкостей индуктивности. Напомню, что реле здесь, как ни странно, используется обычные, без постоянных магнитов, не двустабильные реле, а обыкновенные, поэтому настраивает этот тюнер только пока он включен. Если мы выключим питание, реле все сбрасываются и он ничего не настраивает. Максимальное потребление в обоих заявлено, что 330 мА примерно при сработавших трех реле, то есть, если их сработает там больше, то будет потребление еще больше. Ну, в общем, среднее время работы обещают аж 10-25 часов, тоже в зависимости от количества реле сработавших. Емкость батареи встроенной 3300 мАч у обоих вариантов тюнера. Ну вот, что хорошо, в новой инструкции, в новой версии инструкции привели максимальное значение емкостей индуктивности. Максимальная емкость 3869 пикфарад, максимальная индуктивность 17,21 микрогенри. Тут такой информации вроде нет в инструкции про старый тюнер, так что приятно, что здесь подробности появились дополнительные. Давайте смотреть дальше, чем они отличаются. Передние панели абсолютно одинаковые, а вот на задней панели у новой версии появился еще разъем 3,5 миллиметра, на нем написано K, то есть телеграфный ключ, и в меню появился дополнительный пункт CW Morse. Посмотрим, что это такое. Напомню, что пользовательский интерфейс тюнера состоит из небольшого дисплея и одной единственной кнопки. С помощью этой кнопки, с помощью коротких нажатий, мы по кругу переключаем отображаемую сейчас информацию. По очереди мы смотрим либо значение КСВ и мощности в виде индикаторов, либо в цифровом виде наблюдаем прямую отраженную мощность КСВ, либо наблюдаем графическое отображение, какие в данный момент включены реле, либо можем наблюдать графическое отображение изменений КСВ во времени, то есть график изменений КСВ. Если мы будем, например, изменять частоту на трансивере и включив передачу, так сказать, работать в несущей, то увидим, как во времени меняется КСВ. Не очень полезная функция для тюнера, но, в общем-то, она здесь есть. И вот появился еще один пункт меню, называется морзо CW. В нем, если нажать кнопочку и удерживать, то тюнер переходит в режим, видимо, морзо тренажера, что ли, я не знаю. Но сам он передавать группы учебные тексты не может, а в этом режиме просто кнопка начинает работать у нас как ключ морзянки. Можно вот так вот передавать не очень удобно. Ну, в общем, как-то так неудобно этой кнопкой тыкать туда, тем более левой рукой я сейчас это делал, но на задней панели у нас есть теперь разъем K, то есть можно туда подключить какой-то телеграфный ключ. Ключа телеграфного с таким разъемом 3,5 миллиметра у меня сейчас нет, поэтому я подключил просто вот такой проводок, одним концом он включен в тюнер, можем отсюда подключать, а можем чем-то здесь по замыкать. Но раз ключа телеграфного нет, зато есть ключ гаечный на 10, будем им замыкать. Все работает. Тоже ключ своеобразный, чему бы нет. Жутко неудобно, ну да ладно. Короче говоря, есть встроенный теперь вот такой тональный генератор, который позиционируется здесь как для изучения морзянки, можно в этом тюнере теперь пищать телеграфным ключом. Так как единственный наш орган управления, кнопка теперь занята этой самой пищалкой, то выйти из этого режима никак нельзя, кроме как выключить питание и включить его заново. После включения питания тюнер опять переходит в обычный режим, когда мы этой кнопкой короткими нажатиями можем перебирать режим работы, вернее режим индикации, что нам сейчас тюнер отображает. Я чаще всего пользуюсь вот таким вот режимом, когда видно в цифровом формате прямой отраженной мощности и ксв. Если нажать и удерживать долго у тюнера кнопку, то мы перейдем в режим настроек, когда можно изменять разные параметры этого тюнера. О них подробно написано в этой вот инструкции, но не то что подробно, но перечислено по крайней мере какие могут быть значения минимальные и максимальные, и что в общем-то этот параметр делает. Там в том числе есть даже калибровка измерений мощности, прямой отраженной, ну и так далее. Но самое главное не это, а самое главное то, что у тюнера есть два режима работы, они точно также сохранились и там же в меню настроек в сетапе можно выбрать какой у нас режим работы в данный момент применяется. Автоматический или полуавтоматический. В автоматическом режиме тюнер при появлении ксв выше порогового автоматически начинает процесс согласования. То есть если мы держим тюнер в режиме автомат, нажимаем передачу, внесущей в частотную модуляцию, например, то он сразу на любой частоте, где бы мы это не сделали, если видит, что ксв выше нормы, то начинает процесс согласования, щелкает релюшками, пока не настроит. Или если не получается настроить, то выводит сообщение фейл, не удалось. Режим полуавтоматический, это когда тюнер запустит процесс согласования только по нажатию кнопки. Если мы коротко нажимаем ее, то мы перебираем вот эти самые варианты индикации, как я вам уже говорил, а если мы чуть-чуть подольше нажмем, то он два раза пикнет. И вот это и есть запуск, ручной запуск автоматического согласования. То есть опять-таки для этого надо подать несущую. Вот он видит, сейчас выводит на экран сообщение. Пожалуйста, включите передачу на трансивере. Я к нему вообще ничего не подключил, поэтому он не может начать согласовывать. ВЧ сигнала нет. Ну давайте подключим, посмотрим, как это происходит. Сейчас я этот тюнер подключил между трансивером FT-991 и своей антенной. Антенна сейчас двухдиапазонная на 80-40 метров, но на 80 метров, например, на частоте 3775, моя антенна имеет ксв аж целых 2. В общем-то это не страшно, можно связи прекрасно проводить, но многие радиолюбители стремятся, чтобы ксв всегда был 1.0. Вот поэтому давайте сейчас с помощью тюнера и достроим ксв в 1.0. Итак, 10 ватт, внесущие в частотной модуляции видим ксв 2. Включаю тюнер. Он по умолчанию в том виде, в каком он был из коробки, настроен так, что работает полностью в автоматическом режиме. То есть не надо на нем вручную нажимать кнопочку Tune, а он сам начнет процесс согласования, если ксв высокий и есть несущие на входе. Нажимаю передачу, видим, что тюнер пикнул, чуть-чуть пошуршал релюшками и сообщает нам, что якобы настроил. Реально ксв стал, конечно же, меньше, но не стал единицей. Попробуем вручную запустим этот процесс. Нет, он все равно настраивает до такого же значения до 1.6. Вот здесь в сетапе, в настройках этого тюнера есть такой параметр, который есть и в старой, в новой версии. Он, естественно, перечислен здесь вот в табличке. Параметр называется TuneAutoSVR и, соответственно, значение от единицы до 2.5 с дискретностью 0.05. Можно менять это значение в конфиге. Я сейчас поменял это значение на более маленькое, так скажем, на менее большое. Стоял по умолчанию 1.8 и поэтому меня тюнер и настроил ксв в 1.8, а сейчас я поставил это значение меньше, нажал опять излучение несущие на трансивере и в автоматическом режиме тюнер уже настроил мне ксв в единицу на частоте 3.775. Вот сейчас мы видим, что ксв единица, практически отраженки нет никакой. Посмотрим в другом режиме индикации. Видим, что ксв 1.02.1.03. Это очень маленький ксв и мы на трансивере тоже видим отсутствие индикации ксв. Выключаем тюнер, включая передачу ксв 2 на трансивере. То есть все отработало. В таком режиме, конечно же, тюнер позволяет добиться более лучших ксв, чем если когда стояло в этой строчке конфига стояло значение 1.8. Но с этим параметром надо понимать, как он влияет на работу тюнера еще. Если вы поставите там, например, 1.1, он будет всегда стремиться у вас настроить ксв в 1.1. Если у него не получится это сделать, то он вам скажет фейл и вообще ничего не будет настраивать. А далеко не каждую антенну можно настроить в 1.1. Не каждый кусок провода. Не на каждой частоте. Поэтому по умолчанию ставить значение 1.8, так как для коротких волн 1.8 это просто очень хороший ксв и в 1.8 тюнер может настроить много какие антенны, много какие куски провода. Если вот так оставить, как я сейчас сделал 1.3 или 1.4 туда поставил, то конечно он часто будет нам сообщать фейл, часто у него будет не удаваться настроить антенну. И вот именно поэтому я и не ставлю туда какие-то значения маленькие, а ставлю более-менее большие значения. Если мы включаем какой-то кусок провода, у него будет ксв бесконечность, а тюнер позволит его настроить в 1.8, значит все можно работать. Единица нам все равно не нужна. Ну и для подтверждения этих слов я поменял в настройках тюнера значение ксв, к которому он стремится при работе при автосогласовании на 1.9. И теперь давайте попробуем на частоте 1.9, такое совпадение, настроим мою антенну. Она, естественно, вообще никак не работает. Антенны 80 плюс 40 на 160 метров не работают вообще никак. К тому подтверждение высоченной ксв. Я включаюсь на передачу в несущей. Если я пытаюсь встроенным тюнером настроить, он сразу отказывается нам это сделать, даже не пытается. Давайте посмотрим, как будет себя вести этот тюнер AT100M PRO. Включаю несущую 10 ватт. Fail тоже не получается ее настроить. Хотя нет, вот настроил со второй попытки, настроил в 1.6, 1.65. Вот так вот, то есть встроенный тюнер даже не пытается согласовать антенну, а этот, пожалуйста, настроил и мы. Конечно же, связи здесь нормальные не проведем, так как антенна 80-метрового диапазона на 160 метров никак не работает. Но явно мы видим, что уровень шума значительно возрос, так как согласование с антенной все-таки улучшилось и в чистом виде антенны 80-метрового диапазона на 160 метров практически никак не работает, очень плохо. А вот в таком режиме, как она сейчас настроена, она хоть что-то стала принимать. Сигналы громкие. Хотя еще раз напомню, антенна у меня совсем не на 28 ягерс. Давайте посмотрим, как она там работает. Включаю частотную модуляцию. КСВ в районе 2 с небольшим. Ну давайте попробуем и на этом диапазоне настроим мою антенну с кабелем. Еще раз поясняю, так делать не надо, это не антенна настраивается, а кабель, антенна с кабелем. Но по крайней мере КСВ улучшается и может быть эффективность излучения будет чуть-чуть больше, чуть-чуть лучше, чем без тюнера. Вот видим, что на 28 МГц у него не удается настроить эту антенну в КСВ, заданной теперь мной в конфиге 1.4. 1.4 не получается настроить и он по кругу производит процесс согласования, выводит сообщение fail и все сначала, пока я излучаю несущую. Кстати, проверим, а встроенный тюнер что у нас сделает. В трансивере же есть встроенный тюнер. Надо этот-то выключить, чтобы не мешался. А встроенный, кстати, настроил единицу, но это просто повезло. Запросто могло быть, что на каком-то другом диапазоне, наоборот, встроенный не справится, а этот бы справился. И да, на всякий случай поясню еще, конечно же, что использовать тюнер в таком варианте, когда он подключен рядом с трансивером, а дальше к этому тюнеру. У меня идет сейчас кабель длиной порядка, я не знаю, там 70 метров наверно, потому что антенна расположена очень далеко от меня, чтобы не собирала никакие помехи. Вот в таком варианте использовать тюнер, конечно же, смысла большого нет. Да, он улучшит ксв, но антенна от этого лучше работать не будет. Оптимально использовать тюнер, когда антенна подключена непосредственно к тюнеру, а вот тюнер уже любым кабелем подключается к трансиверу. То есть как мы используем в полевых условиях. Растянули какие-то проволочки или проводок и противовес, подключили их непосредственно к тюнеру и после этого уже тюнер подключили кабелем к трансиверу. Тогда тюнер настраивает антенну, а не кабель наш с вами вместе с антенной. Проверю работу этого тюнера на случайную антенну кусок провода в полевых условиях. Начну конечно же с диапазона 7 МГц. Включаю передачу на трансивере в частотной модуляции без тюнера. Видим, что ксв бесконечность. Включаю питание на тюнере. Тюнер загрузился. Нажимаю передачу частотной модуляции. Видим сразу как тюнер настроился и ксв стал очень низкий. И посмотрим еще какие параметры этот тюнер может отображать на дисплее. По переключаю режимы отображения единственной кнопкой. Сейчас видим числовые значения мощности и ксв, далее индикация сработавших реле. Затем идут графики изменения мощности и ксв во времени и ненужный нам сейчас тренажер Морзе. Посмотрим на диапазоне 14 МГц, естественно в режиме излучения несущий. Тюнер настраивается и получаем ксв около полтора. Но все-таки давайте попробуем, запустим процесс согласования моей антенны, которая рассчитана на диапазон 80-40 метров на 20 метровом диапазоне. В том виде, в каком она есть эта антенна, за счет своей 80-метровой части, на третьей гармонике она будет работать недалеко от 14 МГц, где-то в районе 13-500-13-700, а на 14 МГц, например, вот здесь в частности на 14-200 ксв, у нее три с небольшим. Да, можно работать на передачу, но если подстроить эту антенну, то было бы лучше. Давайте включим тюнер и посмотрим, как он ее подстроить на этой частоте, на 14 МГц. Прекрасно настроил, практически в единицу, 1-0 с чем-то там. В общем-то, отличный ксв мы видим и на тюнере, и на трансивере. Ксв стал очень маленький, то есть, конечно же, тюнер нам помог настроить мою антенну с кабелем вместе. Это не значит, что у антенны стал резонанс здесь на 14 МГц, но эффективность передачи энергии из передатчика из трансивера в антенну все-таки стало немножко больше. И теперь самое интересное. Сравним внутренности этих тюнеров. Конечно, по конструкции они абсолютно одинаковые. Вот такой вот корпус в виде прямоугольной трубы, и внутри закреплена приклеенная аккумуляторная батарея. Две заглушки из стеклотекстолита с двух сторон крепится на четырех винтах с шестигранником, который есть в комплекте. Передние панельки одинаковые, задние панельки закреплены на печатную плату, на основную вынимаются вместе с ней. И вот чудо, я вижу разницу, почему новый тюнер длиннее. Я думал, может быть, место понадобилось для разъема 3,5 мм, ну и еще для чего-то. Может быть, емкость аккумулятора или размер аккумулятора. Но нет, новый тюнер имеет на одну индуктивность больше. И, соответственно, для этого понадобилась не только еще одна индуктивность, но еще две реле. Мы видим, что количество реле в этих тюнерах отличаются и количество индуктивности. Причем индуктивность добавилась с большим количеством витков. Такой индуктивности в первой версии тюнера нет, в более старой версии. То есть все индуктивности, кроме одной крайней, в этих тюнерах совпадают. А вот одна крайняя, в которой больше всего витков, она как раз и добавилась. Это говорит о том, что тюнер будет согласовывать антенны более расстроенной, с большим ксв, с большим укорочением, чем первая версия тюнера. Это меня очень радует, так как для меня это очень важный параметр. Как раз я использую тюнер в тех случаях, когда нужно в полях какой-то кусок провода настроить. И вот этот тюнер более неправильный, более неподходящие куски провода будет настраивать на наши с вами рабочие частоты. Это удивительно, что доработка коснулась не только какой-то не очень нужной, мягко говоря, функции типа тонального генератора для того, чтобы морзянку изучать. Коснулась она не только наличия еще и разъема 3,5 миллиметра для этого телеграфного ключа, а самое главное, изменился очень важный параметр этого тюнера. Диапазон согласуемых реактивностей и активности, наверное, тоже. К сожалению, вот в этой самой инструкции нигде у нас не заявлено, от какого до какого сопротивления или от какой-то реактивности этот тюнер может настроить. Но мы видим, что просто так дополнительно еще две реле, еще целую катушку никто бы сюда ставить не стал. А раз их поставили, значит этот тюнер имеет больший диапазон согласования. И это, так сказать, очень радует. Хорошо, что на Алиэкспресс продаются разные недорогие вещи для радиосвязи. В первую очередь я, конечно же, имею ввиду для КВ радиосвязи. Например, это вот такие вот тюнеры. Я, по возможности, пытаюсь вам рассказывать о том, что такого интересного мне встречается на Алиэкспресс. И, конечно же, очень радует то, что новая версия тюнера стала отличаться от предыдущей не тем, что у нее появился какой-то цветной дисплей, большой там тачскрин, который дает кучу помех и потребляет бесполезного электричества целую кучу, а тем, что корпус стал чуть больше и там разместилась еще одна дополнительная секция, еще одна дополнительная катушка индуктивности, диапазон согласуемых сопротивлений и диапазон, так скажем, ненастроенности антенн, которые настраивает этот тюнер, стал больше у этого тюнера, хотя в документации нигде это не отражено, вот в этих листочках, к сожалению. Но по факту мы видим с вами, что там установлена еще целая одна секция, еще две реле и катушка. Это тоже очень радует. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Напоминаю, что мой канал есть на нескольких площадках. Ютуб, Рутуб, Яндекс Дзен, есть группа Вконтакте, есть Телеграм-канал и есть страница с дополнительными материалами на сайте Бусти и точно также копия этой страницы есть тоже в Телеграм. Кому удобнее подписаться в Телеграм, подписывайтесь там. Ссылочки на все есть в описании к этому видео и в описании к каналу. Всем пока!